Как омолодить руки? Почему кожа рук увядает? Что оказывает сильное влияние на состояние кожи рук? Как придать рукам молодость? В чем должен заключаться правильный уход? На эти и многие другие вопросы мы постараемся вам максимально подробно ответить в нашем видео. Но прежде хотелось бы поблагодарить вас за подписку на наш канал. Если вы все еще не подписались, обязательно сделайте это прямо сейчас, чтобы не пропустить выход новых полезных роликов. Ни для кого не секрет, что по рукам можно понять примерный возраст любой женщины. Если кожа гладкая и имеет естественный оттенок, это может означать либо то, что ее обладательница довольно молода, либо то, что она бережно ухаживает за собой. Такие руки выглядят привлекательно. А небольшие морщинки, легкая шероховатость или даже пигментные пятна, напротив, портят внешний вид любой женщины. Так как же правильно ухаживать за кожей, чтобы в любом возрасте ваши руки выглядели молодыми и красивыми? Мы ответим на этот вопрос. Но для начала предлагаем вам разобраться в факторах, оказывающих негативное влияние на кожу. Почему кожа рук увядает? Существуют определенные факторы, которые оказывают отрицательное влияние на кожу рук. Среди них можно выделить неправильный уход. Очень важно правильно подбирать кремы, которые вы используете для ежедневного ухода. Косметическое средство должно быть качественным и у вас не должно быть аллергии на компоненты, которые в него входят. Если вы делаете маски для рук, также рекомендуется уделить должное внимание их составу. Не хватает ухода или его слишком много. Очень важно регулярно наносить на руки крем, мыть их мылом с натуральным составом. В противном случае им будет не хватать влаги. Также нельзя перебарщивать с уходом, используя крем каждые полчаса. Это чревато неприятными последствиями. Беременность и менопауза. В эти периоды у каждой женщины происходят гормональные изменения. Соответственно, это может отразиться и на состоянии кожи. Воздействие бытовой химии. Если вы моете посуду, убираете квартиру или дом без перчаток, это непременно окажет негативное воздействие на кожу ваших рук. Возраст. К сожалению, в силу возрастных изменений наша кожа стареет. Но при правильном уходе процесс старения можно немного замедлить. Погодные условия. Иногда на кожу оказывают воздействие различные погодные условия. Например, попадание прямых солнечных лучей, сильный ветер, мороз и так далее. Давайте теперь разберемся, что именно может помочь нам исправить ситуацию. И начнем мы, пожалуй, с ежедневного ухода. Ежедневный уход. Всем известно, что для сохранения молодости за кожей необходимо ухаживать каждый день. И делать это следует бережно, дабы не навредить. Что вам необходимо сделать? Прежде всего, замените обычное мыло на натуральное, возможно масляное. Оно включает в свой состав полезные компоненты и питательные вещества, которые оказывают благоприятное воздействие на кожу рук. Также следует поменять крем для рук с обычного на омолаживающий. Он также содержит в себе витамины и минералы, питающие кожу. Стоит отметить, что натуральное мыло не будет сушить кожу ваших рук. Напротив, оно будет ее бережно очищать от загрязнений и питать. А омолаживающий крем не только увлажнит, но и разгладит мелкие морщинки, сделав кожу рук подтянутой и более эластичной. Если ухаживать за руками ежедневно, то со временем вы заметите, насколько гладкими и шелковистыми они стали. Парафинотерапия. Одним из наиболее действенных способов омоложения кожи рук является парафинотерапия. Парафин представляет собой косметический продукт, который в расплавленном виде буквально творит с кожей чудеса. Его очень легко расплавить на водяной бане. Парафинотерапия способствует увлажнению кожи рук, придает ей эластичность, делает ее упругой, активизирует процессы регенерации клеток. Когда парафин застывает на руках, вы можете почувствовать легкую стянутость. Это нормально, поскольку парафин как раз в этот момент загоняет в вашу кожу сыворотку или крем. Как же правильно сделать парафинотерапию? Процедура проходит в несколько этапов. Очищение. Для начала возьмите скраб и удалите с его помощью ороговевшие частички кожи. Кроме того, скраб помогает раскрыть поры, благодаря чему кожа лучше пропускает в себя питательные компоненты сыворотки или крема. Нанесение крема или сыворотки. Благодаря парафинотерапии косметическое средство проникнет под кожу глубже, чем обычно, а значит принесет намного больше пользы. Используем парафин. На следующем этапе необходимо окунуть руки в заранее подготовленный расплавленный парафин. Опустите их на секунду, вытащите и подождите 10 секунд, затем снова опустите. Процедуру следует повторить 7 раз. Согреваем руки. Наденьте на руки специальные махровые рукавицы или целлофановые перчатки и не снимайте следующие 20 минут. Аккуратно снимите перчатки или рукавицы. После процедуры кожа станет намного мягче, поскольку она получит огромный объем увлажнения и питания. Другие процедуры для рук. Кроме парафинотерапии, есть и другие полезные процедуры для кожи рук. Среди них можно выделить. Маски. Современный рынок достаточно богат разнообразными косметическими средствами, среди которых и специальные маски для рук. Они представлены в виде перчаток. Также есть варианты на основе крема. Они помогают разгладить кожу рук и сделать ее мягкой и упругой. Пилинг. Делать пилинг или скрабирование рук необходимо регулярно, хотя бы один раз в неделю. Это связано с тем, что кожа все время обновляется и мертвые клетки необходимо устранять. Скраб можно приготовить и самостоятельно в домашних условиях. Для этого просто смешайте кофейную гущу с оливковым или кокосовым маслом и помассируйте этой смесью чистые сухие руки. Забота о кутикуле. Отросшая кутикула делает внешний вид рук непривлекательным. Соответственно, от нее необходимо избавиться. Делать это нужно осторожно. Для начала размягчите кутикулу. Аккуратно отодвиньте и устраните с помощью специальных щипцов. Используйте сыворотку, причем на регулярной основе. В сыворотке гораздо больше питательных компонентов, чем в креме, поэтому она решит проблему омоложения рук более эффективно. Защита от солнца. Наносить специальное защитное средство необходимо не только на пляже. Используйте кремы с SPF-фактором, даже когда просто собираетесь прогуляться на улице в летний период или перед поездкой за город. Надевайте перчатки в холодную погоду. Сильный ветер и мороз – это главные враги наших рук. Без перчаток кожа может покраснеть, потрескаться, начать шелушиться. Поэтому необходимо прикрывать руки не только зимой, но и осенью в прохладную погоду. Избегать прямого контакта с химическими средствами. Старайтесь мыть посуду и делать уборку только в перчатках. Так вы обезопасите свои руки от негативного влияния химических средств. Омолодить руки можно в домашних условиях. Для этого просто необходимо регулярно ухаживать за кожей. Если проблема запущена, не пренебрегайте походом в салон, ведь в некоторых случаях могут помочь только профессиональные процедуры.